здравствуйте дорогие мои ютюбовцы вот со всех краев со всех властей и областей некоторые обижаются что я не здороваюсь с питером например да как я про вас забуду да никогда в жизни это самое болотное место которое только существует а и площадь болотная там не у вас сначала да не у вас ну ладно значит сегодняшняя тема нашей программы она очень интересная вот я хочу вам представить модный показ про который вы практически 99 процентов еще не слышали и даже не видели продукции которые я буду представлять называется туманнообразователь все кто занимается серьезно наукой неважно какой они знают что такие аппараты существуют есть промышленные аппараты да они так рублей по 100 тысяч могут стоить то что я буду представляет стоят сущие копейки никаких тысяч там точно нет это туманнообразователь фоггер для теплиц для оранжерей для зимних садов и для помещений но не менее 30 квадратных метров почему вы сейчас все поймете вот видите какая небольшая бутылочка у меня в руках да аэрозолевая упаковка привыкли к такой но здесь написано фоггер не аэрозоль не спрей а фоггер то есть и есть туманнообразователь зачем он вообще нужен вот скажите вы когда в теплице опрыскиваете вам доставляет это удовольствие ну честно только да вот это бесконечное движение но даже если вы на кнопочку нажали вам надо одеть маску одеть очки это все обязательно и находиться там минимум времени и не получается чтобы с обоих сторон лист опрыскать особенно с обратной стороны это вообще большая проблема а когда мы обрабатываем огурцы от клещей например вот побрызгайте на каждый листик а если появилась для ну например бахчевая и как вы это сделаете вот этот маленький маленькая упаковочка аэрозоли сделает за вас все как надо поставьте тубаретку я покажу как это сделать мы прям увидим все поставьте тубаретку поставьте вот эту штучку по инструкции строго по инструкции сделайте все что написано то есть снимите колпачок да вот тут есть такая штучка ограничитель это нужно все как бы до привести в то состояние которое требует инструкция и оставьте на тубареточки и быстренько оттуда сделайте ножки закройте двери закройте все форточки и отсюда струей в потолок будет бить но это такая дисперсионная я не правильно я наговорю это слово но ничего страшного то есть она распыляется сразу в туман здесь очень высокое давление распыляясь в туман туман заполняет все дырочки щелочки теплицы у растения и под листьями и над листьями и в листья и в цветы и под цветы и в плоды и рядом с ними и осаживается на почве то есть действие этой маленькой вот такой штучки вот просто незаменимо но если вы себя все-таки любите и хотите чтобы это безопасно произошло для всех вы должны понимать что вот современное все она вот такое вот это правда значит что можно делать значит можно обработать что я сказала помещение не менее 30 квадратных метров теплицы оранжереи зимние сады ну закрытые дворики пати это тоже пожалуйста нельзя держать на солнце нельзя чтобы температура была выше 40 градусов взорвется нельзя опрыскивать там где есть нагревательные приборы либо это открытый огонь нельзя значит вы должны это понимать и соблюдать все правила давление я еще раз повторюсь очень высокая и как это работает мы сейчас покажем вот мы пришли в теплицу да я хочу вам продемонстрировать как это будет работать но прежде чем это сделать еще раз хочу сказать что у людей у которых аллергия у которых астма пожалуйста не подходите близко не дышите таким воздухом с этим аэрозолем ведь кроме того что здесь порошок ромашки перетрум вещество используется здесь еще определенные растворители они же не такие безобидные как сам порошок причем мы же проводим обработку не потому что мне захотелось и я это сделала до ради удовольствия да вовсе нет у нас же теперь проблема возникла большая это белокрылка это грибные комарики это гусеницы всевозможные тут знаете рекомендации очень много и все они греют сердце всякие мушки моли мухи паутинный клещ пилищик совки ли трипсы то есть полный комплект который нас достает все лето на дачном участке хотелось бы отметить что концентрация значит подобных подобной продукции я вам уже показывала разводе спрея она не одинаково если аэрозоль 0,3 до процента концентрация а вот у спрея 0,04 процента так вот спрей прекрасно работает с теми насекомые у которых мягкие покровы а вот если это простите меня клопы а если это ну например колорадский жук это могут быть какие угодно насекомые у которых очень плотная хитиновая оболочка нематоды например имеют такую оболочку могут храниться там где-нибудь в уголке лет десять пока не найдут все растения хозяина так вот чтобы правильно пользоваться вы должны понимать что если это ну вы просто найдите кто это жук с какой какая у него одежда вы это должны понимать если он жесткий да есть красные жуки помните вы мне все пишите про этих жуков они вас там заколебали розы поедают да это все лесные клопы они разнообразные очень вот против них работает 0,3 десятых то есть это у нас аэрозоль а спрей он помягче он для тех кто мягкие гусенички например ну а мы начинаем я вместо табаретки взяла ведро взяла яркое чтобы вы его видели я его поставлю вот здесь вот вот на него я как раз и поставлю вот эту штуку эту аэрозольную упаковку снимаем колпачок эти здесь есть такой рычажок и его надо сначала поставить а потом надавить до щелчка повторную обработку если это крайне необходимо можно провести не менее чем через час но я надеюсь что в теплице достаточно будет одной обработки пока здесь еще не развелось огромное количество вредителей и я нажимаю рычажок вот такой туман белый в теплице я закрываю потому что ну как бы это не полезно это не опасно для жизни не смертельно но это не полезно лучше одеть маску если вы находитесь там значит и очки разумеется я хочу сказать что перечень вот того хорошего что сделает этот аэрозоль он уже явно виден да вот смотрите все пространство а это теплица 8 6 на 3 18 квадратных метров а по объему она почти два с половиной метра высотой посчитайте сколько кубов обработано одним аэрозолевым как это правильно сказать одним аэрозолевым баллончиком и я считаю что это очень здорово но и скажите мне откуда вы узнаете что есть такая прелесть но вам нравится брызгать вот так тогда аэрозоль и спрей тот же самый на основе ромашки перетрум от насекомых выбирайте концентрацию правильно ну а у кого все таки есть вот такие вот до строения как теплицы а уж тем более зимние сады и всякие оранжерея то конечно это гораздо удобнее потому что уничтожены будут практически все вредители как хорошо сидеть вот так на лавочке да на скамеечке среди вот таких цветущих замечательных яблонь и быть спокойным за то что ни одно растение никто не ест не грызет не плодожорки не листоеды не цветоеды а знаете почему а вот потому что я пользуюсь вот такой продукции уж поверьте мне что я пользуюсь спреем уже наверное лет семь как только вот эта торговая марка появилась у нас вообще в красноярске вот что было написано натуральный спрей от насекомых я попробовала от мушек которые на рассаде они просто перестали водиться но я правда и почву не заливаю слишком так как вы любите это делать любые опрыскивания в дачном домике а у меня там есть такие красные знаете же небольшие жуки красные у них прям пожарники по моих называют или пожарные как правильно и вы знаете они абсолютно быстренько исчезают и когда вы спите и вам в нос жук залезает но это очень круто а вот это все очень хорошо помогает вот этот спрей его концентрация 0,04 процента и он для тех насекомых и гусениц всевозможных личинок у которых мягкий покров а вот аэрозоль концентрация 0,03 процента и это для тех насекомых у которых очень плотная хитиновая оболочка вы просто так карбофосом в него не попадете в этого жука в колорадского например вы знаете какая-то беда вы же поборники всего натурального вы же с химией прямо готовы меня слопать не знаю порвать на куски так вот вам натуральное и это натуральное вот это все натуральное фоггеры все натуральные и вы должны ну как-то соотносить в своем сознании что ну да это стоит денег каких-то но вы как хотели ну хватит уже век марганцовки кончился да как это ни странно в некоторых случаях мы пользуемся но это гораздо эффективнее никто не отравится вы можете через час после обработки комнаты либо теплицы через час проветрить помещение в течение получаса и ничего ни с кем не случится это же все не ядовитое не до такой степени как некоторые препараты от которых на следующий год не избавишься ну все на этом заканчиваю всего доброго и до свидания